Последний день из пророчества Это своего рода библейское захватывающее изучение, говорящего об остальной части истории Вы уже, наверное, догадали, что такое остальная часть истории Это говорится о покое в Иисусе, о субботнем покое И как вся эта тема отыграет роль в библейских пророчествах И сегодняшняя тема будет одна из... Я только молюсь в то время, когда я буду делиться с вами, чтобы я мог сделать это в правильном духе Потому что много людей в мире были одурачены И никто не хочет быть одураченным Я не знаю, что насчет вас, но я имею в виду Иногда мы все любим немного пошутить Но не тогда, когда вечные вещи находятся под угрозой И наш сегодняшний урок имеет отношение с историческим обманом И сейчас не до шуток Кто-то из вас когда-то сталкивался с мошенниками? И были некоторые очень креативные мошенники через всю историю Один из них не был настолько опасным, как Фред де Мара И в действительности они сделали о нем фильм с участием Тони Керкис Называется «Великий притворщик» У Фреда была фотографическая память, очень высокий IQ Попал в статистику как гений У него была буквально фотографическая память И он мог читать инструкцию на любую тему И он мог притворяться быть тем или иным человеком Он никогда не ходил с именем Фред де Мара И у него было просто множество имен Он был Мартин Годдард, учитель, учитель старшей школы Несмотря на то, что он никогда не учился на это Он был доктором Робертом Френч, университетским деконом Он также был доктором Сесил Бихамен, студентом юридического факультета Он был братом Джоном, монах-бенедиктинец Он был капелланом в госпитале, помощником начальника тюрьмы, голливудским актером И хирургом на борту с канадским военно-морским флотом без медицинского образования И он успешно проводил хирургические операции И потом также Артур Фаргусон Он был хитрым комбинатором Шотландский парень одевался безупречно И у него была идеальная дикция Выглядел он также очень непредсказуемо И за один год ему удалось Он продал стул Нельсона на Трафальгарской площади каким-то американским туристам Он начал думать, что американцы очень доверчивы, потому что он продал Биг Бена за 5 тысяч долларов Он взял 10 тысяч долларов первоначального возноса за Букингемский дворец Когда он приехал в США, он понял, что дела будут идти проще Он продал белый дом фермеру Он сдал ему в аренду на 99 лет за 100 тысяч долларов Он был арестован, когда он попытался продать статую свободы какому-то австралийцу Правдивая история Потом человек, как Виктор Ластик, из Восточной Европы, очень ярко говорил на 5 или 6 языках Он продал Эйфелеву башню два раза, не будучи пойманным Он приехал в Америку, рассказал всем, что он был графом У него был этот акцент, и люди все почитали его Он обманул очень много людей В конце концов, он решил печатать его собственные деньги И в конечном итоге он был арестован за один из самых массивных подделочных операций И он умер в тюрьме Это был Виктор Ластик Великий обманщик Это дьявол Дьявол — это подельщик И у него есть подделка на каждую Божью истину У дьявола есть поддельное спасение, поддельное священное писание У него есть поддельное крещение, поддельное разговорение на языках, поддельная любовь И это не должно нас удивлять, что у него есть поддельный день покоя Теперь, если вы посмотрите в Библию, это пророческий семинар И на этой неделе не пропустите следующих два собрания Мы будем углубляться в книгу Даниила и Откровения Но вы откройте Откровение, глава 1, стих 10 Иоанн говорит «Я был в духе в день Господень» И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный Какой день является Господнем? Некоторые говорят, это потому что у него было видение Господнего пришествия И он назвал это День Господень А некоторые говорят, что это воскресенье У него было это видение в воскресенье, в День Господень Некоторые говорят, он работал, он был на тюремном острове Патмос И он отказывался работать в субботу И Бог дал ему видение Откровение в День Субботний Так что говорит Библия? И это наш первый вопрос Какой день по-библейски является Днем Господнем? Что если мы позволим Библии описать самой себя? Она дает нам ответ «Аминь»? Давайте посмотрим и выясним Посмотрите в Луки, глава 6, стих 5 Иисус говорит, мы уже читали это несколько раз И Он говорит, Сын Человеческий есть Господин Субботы Так какой день является Господним? Иисус говорит, Сын Человеческий есть Господин Субботы Посмотрите снова в Исаия 58 Вы поняли что-то? Мы читали это прошлым вечером Если ты удержишь ногу твою ради Субботы От исполнения прихотей твоих в еврейский святой день Это то, что Он сказал? Он говорит, во святой день мой Так что какой день Господень? Бог отвечает И прямо здесь в заповеди, висот 20 глава Шесть дней работай и делай всякие дела твои А день седьмой суббота Определенной динаминации? Или Господу? Нет ничего в Библии, что указывает нам на любой другой день И день субботний – это день, который Господь обозначает как Его день Он почил, Он благословил, Он отделил Его, Он создал целый день В который Он ничего не творил Но это день отношений, любви и поклонения Следующий вопрос Если суббота – это день Господень, почему так много людей почитают воскресенье? И я хочу подчеркнуть снова в этом семинаре Я верю, что будут миллионы людей на небесах, которые, возможно, ходили в церковь И поклонялись Богу в день, который технически не был верным Это ясно Вы все слышали меня? Я хочу, чтобы это было очень понятно Но я думаю, что люди хотят знать то, что на самом деле учит Библия Будут люди на небесах, которые, возможно, имели очень много жен Но они жили назад во времена, когда Бог говорил о их невежестве Вы прочитаете Деяния, 17 глава, стих 30 Во времена их невежества Бог предупреждал их Бог не одобряет разводы Иисус говорит по жестокосердию вашему Так что есть много вещей, в которых Бог милостив к нам Но Он указывает нам на это Но это не означает, что мы перестали искать, что такое истина, аминь? Так что вы хотите знать правду о том, что говорит Библия По поводу того, что есть важным Так же, как и эта пренебрегаемая заповедь И то, что может быть Историческим обманом, подделкой Если суббота — это день Господень Почему так много людей почитает первый день Или воскресенье? И сказал им Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Есть много преданий, которые замещают библейскую правду И снова Иисус говорит в Луке 6, 46 Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Если вы христианин, тогда Он хочет, чтобы вы по-настоящему следовали за Ним, аминь? Разница между мудрым человеком и глупцом Мудрец строит дом на камне Глупец строит на песке Что это означает строить на камне? Мудрец слышит слова сии И исполняет их Глупец слышит слова сии Но не исполняет их Надвигается буря на всех Буря надвигается на глупцов И буря надвигается на мудрецов На этот мир надвигается буря, друзья И мы хотим строить на камне И тогда ваш дом устоит, аминь? Более того, Иезекииля 22 Эта проблема с пренебреганием субботы Также была и в Старом Завете Иезекииль говорит Священники ее нарушают закон мой И оскверняют святыни мои И дальше говорится Не отделяют святого и несвятого И от суббот моих Они закрыли глаза свои И я уничижен у них Это Бог говорит к своим людям Может ли история повторяться? Дьявол не изменился Он просто мог изменить внешнюю одежду Но план, он пытается внушить людям Нарушать Божий закон Потому что грех это беззаконие И он хочет отделить нас от Господа И дальше говорится И так и залью на них негодование мое Теперь Перед тем, как я продолжу Я хочу объяснить вам Слово «суббота» используется в Новом Завете 60 раз И я думаю, что нет вопросов Сотни раз оно используется в Старом Завете Но в Новом Завете оно используется 60 раз И нигде не говорится, что с ней покончено Или что это было изменено Было множество споров о том, как соблюдать ее Но никогда речь не шла о том, нужно ли нам соблюдать ее Первый день недели, который обычно мы называем воскресеньем Знаете, что дни недели Библия Они не называют их среда или понедельник Название наших календарей и название дни недели мы получаем от римлян Но не одни из этих имен находятся в Библии Первый день недели был назван первым днем Затем второй день, третий, четвертый, пятый День приготовления И потом день отдыха Вы никогда не найдете слово «среда» в Библии Если вы найдете, значит у вас странная Библия Таким образом, давайте выясним Если в Библии есть какое-то место, где Бог принес субботу с седьмого дня на первый Если мы посмотрим на каждый стих, который говорит о первом дне недели Мы должны посмотреть, о чем там говорится Звучит ли это справедливо? Так что это что-то, что мы собираемся делать Если вы посмотрите на первых пять из восьми стихов Сколько я сказал? Всех их восемь Пять из них дают сведения о воскресении И они все говорят одно и то же Но мы посмотрим на каждый из них И будем задаваться этим вопросом Говорят ли первые пять стихов о воскресении, что день воскресный – это святой день? Давайте посмотрим Матфея 28.1 По происшествии же субботы на рассвете первого дня недели Одну вещь, которую этот стих говорит, это то, что суббота все еще остается днем отдыха В действительности говорится, что суббота была перед первым днем Воскреснув рано – это Марка 16.9 В первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине Между прочим, говорит ли тот предыдущий стих, что первый день недели – это новая суббота? В первый же день недели Мария Магдалина, приходя ко гробу рано, когда было еще темно – это Иоанна 20.1 И дальше говорится в Марка 16 Это другой стих По пришествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и соломе окупили ароматы, чтобы идти помазать его Почему они пришли помазать его в воскресенье утром? Потому что когда садилось солнце в пятницу вечером, когда он умер, они боялись, что они не успеют закончить довольно интенсивную работу И они хотели сделать это перед тем, как начнется суббота По-библейски, вы все еще можете помазать человека на протяжении трех дней после его смерти И они сказали, давайте подождем и вернемся рано в воскресенье И тогда мы сделаем это Потому что Иисус не хотел бы, чтобы мы делали это в субботу Суббота была довольно-таки важна для учеников И там указано, они пришли, гребница была пуста, слава Господу! Прямо сейчас мы на грани Пасхи, верно? Люди думают о воскресенье, и это чудесная истина Я проводил замечательные служения, я люблю слушать и проповедовать на тему воскресенья Но вот вопрос Было ли это новой субботой? Настолько важно это было, когда Иисус умер за нас в пятницу? Очень важно И когда у Него была вечерка Господня, причастие было в четверг Вы все согласны, что это было важным? Он установил новый завет Стало ли это новой субботой? Или, возможно, старая суббота была упреснена? Потому что что-то произошло, что-то важное в Евангелии в конкретный день недели Так что, пытаясь использовать это как аргумент Библия не делает так, и я думаю, что это справедливо И вы можете открыть Луки 24, стих 1 И это 5 из 8 стихов, когда упоминается первый день В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу Здесь просто указывается исторический факт И мы только что смотрели на все эти стихи, в которых упоминается первый день Которые просто дают сведения, что суббота закончилась Почему там упоминается первый день? Потому что теперь они могут продолжить свою работу Иисус соблюдал субботу даже при его смерти Он уснул в пятницу вечером, проснулся в воскресенье утром Он продолжил свою работу, как наш первосвященник, посредник Он ходатайствует перед Отцом, аминь Теперь мы перейдем к 6 стиху И там говорится о обычном собрании Вы найдете это в Иоанна, 20 глава, стих 19 Написано, тот же первый день, в день, когда воскрес Иисус Первый день недели, вечером, когда двери дома Подождите секунду, какой день воскрес Иисус? Первый день недели Какой это день? То, что мы называем воскресеньем Первый день недели — это воскресенье Но когда начинаются и заканчиваются дни по-библейски При закате Таким образом, когда он встретился с ними вечером Это воскресенье ночью Или по-библейски это понедельник утром Потому что наступает новый день, когда сходит солнце Так что пытаясь строить доктрину, говоря, что они встретились в воскресенье И это стало новой субботой Это не очень сильный аргумент Почему они собрались? В тот же первый день недели, где собрались ученики его Собрались праздновать новый и святой день христианской ары Нет Они собрались вместе, потому что они опасались иудеев Они дрожали Они только что убили Иисуса Они пытались схватить Марка, который следовал за Христом И он убежал обнаженный И теперь тело исчезло Несмотря на тот факт, что римские солдаты охраняли гребницу по приказу Пилата И при этом они еще останутся виновны Религиозные лидеры заплатили охране, чтобы те сказали, что ученики унесли тело Они напуганы Так что они не собрались праздновать новую субботу Там говорится, что они опасались, и тогда явился Иисус Так что это стих номер 6 О, Карен говорит закончить, прочитать все стихи Собирались ученики его Двери дома были запряты Из-за опасения от иудеев Пришел Иисус и стал посреди И говорит, мир вам Не бойтесь, правильно? Здесь рассказывается история Вопрос номер 5 Говорит ли седьмой стих, что воскресенье – это святой день? Давайте посмотрим, я хочу прочитать его с вами В первом послании Коринфянам, глава 16 И вы можете посмотреть на стихи В действительности мы будем читать первый и второй Или как минимум Да, откройте первый и второй При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галактийских В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние Чтобы не делать сборов, когда я приду Теперь, почему Павел говорит им в первой Некоторые утверждают, что это было новой христианской субботой И они собирают пожертвования Написано ли, что вы можете пожертвовать только в субботу? Павел в действительности говорит им Когда он говорит, пусть каждый отлагает у себя и сберегает Что это означает? Отлагают у себя Это означает в церкви или дома И он идет через... Он собирается собрать на его пути в Иерусалим Принести особые пожертвования евреям, потому что там голод Христианских евреев И он говорит, отлагайте что-то у себя дома После того, как вы приведете свои счета в порядок Отложите что-то не для церковных нужд Но для того, чтобы я мог в любое время принести пожертвования людям, которые страдают от голода в Иерусалиме Это не имеет ничего общего с церковными собраниями И они собирали пожертвования Или это новая суббота Это не заменяет 10 заповедей Вопрос номер 6 Повелевает ли последний восьмой стих соблюдать воскресенье? Это последний Откройте Деяние, глава 20, стих 7 И здесь написано В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба И люди говорят, о, вот оно Они собрались вместе в первый день недели преломить хлеб Это потому, что у них было причастие И это новая суббота И это указывает на то, когда они обычно встречались Я вам прочитаю это прямо из Библии Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил свое слово до полуночи Теперь, какое время это будет, если это первый день недели и снаружи темно? Позвольте мне прочитать это Деяние, глава 20, стих 7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи В горнице, где мы собрались, было довольно светильников Почему? Потому что там темно Во время продолжительной беседы Павловой Это касается меня Один юноша именем Евтих, сидевший на окне Погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз третьего жилья И поднят мертвым Здесь говорится, что долго проповедовать, а то опасно Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал «Не тревожьтесь, ибо душа его не в нем» Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно Даже до рассвета, и потом вышел Теперь, говорится ли здесь, что первый день недели стал новой субботой? Если снаружи темно, и они говорят, что это первый день недели Это то, что вы и я назовете суббота вечером Начал бы он путешествие, длительное путешествие Если воскресенье — это новая христианская суббота Начал бы он это длинное путешествие Это не был бы день для этого Иисус говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу Зачем Павлу рекомендовать делать это? Они были вместе всю субботу, он говорит, я буду проповедовать столько, столько смогу Снаружи темно, это суббота Наступает, что мы называем, первый день недели Здесь рассказывается история, потому что он воскресил того юношу Не потому, что они празднуют новую субботу Но написано, что собрались вместе для преломления хлеба О, я пропустил Я не думал, что эти стихи здесь на экране Посмотрите в Деянии, 2 глава, стих 46 Здесь написано Когда сошел Святой Дух И каждый день единодушно пребывали в храме И преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье Что это означает преломлять хлеб? Означает ли это всегда причастие по-библейски? Преломляя по домам хлеб Когда Иисус был на пути к Эмаусу И он ел с двумя учениками Это не было причастие, они попросили его благословить хлеб А не ели Так что говорить из Деяния, 2 глава, 20 Что это было доказательством религиозного собрания в воскресенье Это не выдерживает критики, друзья Я думаю, что нужно честно смотреть на то, что говорит этот стих Там произошло воскресенье Павел отправляется в дорогу Они провели всю субботу вместе И это замечательное чудо Певите, о чем я говорю Так что мы посмотрели на все эти стихи в Новом Завете Которые говорят о первом дне Говорит ли какой-нибудь из этих текстов Что Бог перенес святость субботы И благословенность седьмого дня на первый Они не говорят этого Так что нам нужно быть очень осторожны, заявляя это Седьмой вопрос Сообщил бы нам Бог, если бы одна из десяти заповедей была изменена Написано в 88-м Псалме, ст. 35 Не на руслу завета моего И не переменю того, что вышло из уст моих Теперь Я и Карен обнаружили, что в одном штате Вождение отличается от иного штата Вы знаете, вы водите машину здесь по-другому, чем в Калифорнии Я не знаю, замечали ли вы это? Я не буду говорить о том, как она отличается Но я скажу вам, что вы просто водите по-другому здесь Я хочу, чтобы вы все еще любили меня до тех пор, пока закончатся встречи Но у вас все еще есть ограничители скорости Но что, если бы я сказал вам, что Прошлой ночью, пока вы спали, правительство изменило закон, относящийся к ограничению скорости И теперь ограничения по всем штатам и по всей Шарлотте — это 90 мл в час Сколько из вас бы поверило мне? Или если бы я сказал, не только изменилось ограничение скорости, но теперь мы будем ездить по другой стороне дороги, как в Англии Вы не слышали об этом новом законе Кто-то из вас поверит мне? Я бы не смог одурачить вас в этом Потому что вы очень хорошо знаете, что если бы правительство собиралось изменить что-то, что повлияет на людей существенным образом Они обязаны проинформировать и прорекламировать а то великое изменение Или будут все виды недоразумений и катастроф, верно? В действительности, такое происходило Они изменили сторону движения где-то у Скандинавии И они предупреждали всех, не забудьте о завтрашних изменениях Вы можете представить Позже люди соблюдали седьмой день недели на протяжении четырех тысяч лет И потом где-то в новом завете Бог говорит Мы вносим изменения святого дня Это больше не будет седьмой день С этого момента это будет первый день недели И вы не думаете, что Новый Завет был бы наполнен дискуссиями и дебатированиями Насчет этой новой христианской субботы Но там тишина Так что говорить, что одна из десяти заповедей была изменена И вы начинаете изучать, пытаетесь найти какую-то библейскую гимнастику, чтобы доказать это Я собираюсь делать что-то, что всегда немного опасно Я собираюсь попросить студию навести на вас камеру Не то чтобы вы опасны, но это то, что мы сделаем Есть кто-нибудь там? Или кто-то здесь? Если вы поднимете свою руку Вы показываете мне одно место во всей Библии Где нам заповедано соблюдать первый день, как субботу Было ли это справедливо? Я ничего не услышал, знаете почему? Я знаю мою Библию, и это не там И все же большинство христианского мира была одурачена дьяволом через священно-исторический обман День, который не является святым Павел говорит Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью Павел говорил так много об обрезании, вы знаете почему это там? Потому что евреи имели завет обрезаться со времен Авраама до тех пор, пока не разорвалась завет со Фраами И потом он говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих Если бы он сказал, что обрезание и суббота больше не имеют значения, или это было изменено? Но он не говорил этого Мне нужно идти дальше, потому что есть еще много чем поделиться Вы слышали, что произошло на этой неделе в то время, когда мы были здесь? Раньше Волмар платил работникам особую награду за работу воскресенья Маленький бонус Они объявили, что они больше не будут этого делать Все работники, которые работали там 5 лет или больше, они дали им последнюю плату с бонусом И они сказали, начиная с этого момента, больше никаких бонусов за работу воскресенья Они говорят это потому, что среднестатистический американец больше не светит этот день Мы не должны награждать людей Это интересно Другая причина, почему не делают это, это потому что они хотят, чтобы их магазины были открыты в воскресенье И они выяснили, что это поддерживает синий закон, давая людям бонусную плату Вы знаете, что такое синий закон? Это воскресный закон Могли ученики изменить день субботний, даже если бы они хотели этого? Нет Человек не может изменять законы Божьи Второзаконие 4 стих 2 Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того Дальше говорится, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую Не прибавляйте и не убавляйте В Откровении вы читали те ужасающие пророчества в конце Библии? Если кто отнимет что от слов в книге пророчества сего Дальше написано У того отнимет Бог участие в книге жизни Мы не должны прибавлять или убавлять слова Божьи Это Его Слово Доколе не придет небо и земля, ни одна иота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все Таким образом, если воскресение — это непочитание воскресшего, тогда что есть у Господа? Что напоминает христианам Иисусова смерть, захоронение и воскресение? Римлянам 6, 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни Так что, установил ли Бог что-то, как напоминание Его смерти, захоронения и воскресения? Да Но это не было новой субботой Потому что не было ничего плохого со старой субботой Подумайте об этом Установил ли Бог субботу до или после греха? Перед грехом Так что, было ли это частью Его совершенного плана? Да Зачем Ему изменять это? Он говорит, я Господь, я не изменяюсь Не было ничего плохого с этим И вот подобный стих в послании Колоссянам 2, 12 «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых» Снова крещение Это связано с воскресением Так что, когда человек принимает крещение, это как воскресение из мертвых Он не создал новую субботу, чтобы помнить это Номер 10 Как Библия относится к первому дню недели Это святой день, относимся ли мы к нему по-особому? Если вы посмотрите в языке Еля 46 стих 1 Так говорит Господь Бог, ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, говоря о храме Должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней А в субботний день они должны быть отворены Вся неделя разделена на 2 части Вы получаете субботу и 6 рабочих дней Таким образом, если воскресение это не новая суббота, тогда что это? 6 дней работы и делай всякие дела твои Вы знаете заповедь о субботе? Мы всегда думаем, где говорится, не делай никакого дела Это хорошая заповедь Написано 6 дней, вы должны также и работать Бог не хочет, чтобы мы только сидели все время 6 заповедей говорит, что христиане должны быть работящими Написано, не только отдыхай с 7 дня, но и он говорит, будьте заняты в другие дни Аминь Номер 11 Если соблюдение воскресения не прослеживается в Библии, откуда это берет свое начало? Матфея 15 стих 9 Иисус говорит «Но сщетно ждут меня, уча учениям заповедям человеческим» Человеческие заповеди, которые своего рода стали доктринами, которым они учат Вы можете посмотреть в энциклопедию Британика Вы можете посмотреть во многих исторических книгах Это очень ясно Ранние признания соблюдения воскресения — это учреждение Константина Он постановил это в 321 году нашей эры Они называли это миланским эдиктом Вы можете посмотреть в христианском кодексе, и там написано «В священный день солнца магистратам и городским жителям приписывается отдыхать Все мастерские должны быть закрыты» И что произошло в христианском уме? Вы знаете, если вы хотите привезти больше язычников в свою церковь Возможно, если мы начнем ассоциировать с их днем поклонения Они будут чувствоваться лучше, когда они будут присоединяться Вы знаете, позвольте мне показать вам краткий обзор И мне нужны обе руки для этого Многие годы сатана пытался разрушить христианство, действуя по плану А Планом А было истребление Преследование Они сжигали их на костре Они побивали их камнями Скармливали львам Вы все слышали об этом? Христианство было названо «религио элисита» Запрещенная религия Павел был убит в Риме Петр был убит в Риме Потому что эта религия была запрещена Они видели в них опасность Но христианство продолжало расти Чем больше их убивали, тем больше оно распространялось В конце концов, очень умный император Константин Великий Он сказал «Посмотрите, христиане настоящие христиане Они очень мирные люди Они никому не вредят» Его мать обратилась к христианству И он сказал «Я не могу убить маму» И таким образом Он говорил, что у него было видение Он сражался в битве на Мельвийском мосте Он сказал, что он увидел крест на небе И все воины разукрасили крестом свои щиты И они победили в битве И они сказали «Это знамение, мы все должны стать христианами» И он легализовал христианство Его преображение было номинальным Он не принимал крещение до самой смерти Он повелел воинам перейти реку Тибер И он сказал «Теперь вы все крещены» Это то, как вы крестите кого-то? Вы приказываете воинам И вы знаете, что произошло со всеми этими язычниками в Риме? Они поклонялись в первый день недели И у них были статуи Юпитера, Аполлона, Меркурия И у них были все эти языческие права и церемонии Они сошли туда сухими язычниками А вышли мокрыми И внезапно некоторые церковные лидеры увидели Они сказали, что мы были преследуемы столетиями Это чудесно, теперь они легализовали религию И они начали... В конечном итоге, каждый хотел стать христианином Стать очень популярным И процесс отбора того, кто станет христианином Просто переполнился И все эти язычники пришли в церковь И они сказали, мы хотим оставить наших идолов И церковные лидеры сказали, но вам нужно переименовать их Лучше взять Юпитера, Меркурия и Аполлона И назвать их Петр, Яков и Иоанн И у них были статуи Дианы Они сказали, называйте ее Мария Так что внезапно церковь, которая была установлена в Иерусалиме Ее столица передвинулась в Рим И пришла через драматическое изменение Одно из этих изменений В то время евреи были очень непопулярны Все, что было связано с иудаизмом И они хотели избавиться от этого И они дистанцировали себя В то время, когда христиане соблюдали оба дня Но поскольку день субботний, церковные лидеры говорили, что это день, чтобы поститься Но Библия не говорит этого А воскресенье был днем пирования Какой из них вы бы предпочли? Постепенно, со временем Люди начали упразднять седьмой день Библейскую субботу Предпочитая ему более популярному празднованию воскресенья И так это проникло в церковь И это не было повелеванием Божьим Это произошло из-за компромиссов Снова, Артур Виггл в своей книге «Язычество и христианство» говорит Церковь осветила воскресенье в основном потому, что это было еженедельным праздником Дня Солнца Это определенно был акт христианской политики, чтобы захватить языческие праздники и внушить их людям через традиции и придать им христианскую значимость Они начали говорить Или с седьмого дня недели на первый Учреждая третью заповедь, касающуюся воскресенья как день, который должен соблюдаться как день Господень И в действительности у меня есть копия десяти заповедей Я остановился у местной католической церкви Я сфотографировал Возможно, будет плохо видно, потому что немного размыто Но они попереставляли десять заповедей Как вы можете сделать так, чтобы заповедь о субботе сместилась из четвертой заповеди к третьей заповеди? Вам нужно исключить вторую заповедь, говорящую о бедлопоклонстве И это то, что там произошло Вы бы обратили внимание, что если заповедь о бедлопоклонстве исчезла, как вам сохранить число десять? Разделить десятую заповедь о пожеланиях И сказать, не пожелай жены своего ближнего, это первое И не пожелай дома ближнего своего, это второе Таким образом, они изменили времена и законы Что говорят церкви, которые соблюдают воскресенье об этой проблеме? Это цитаты не из моей церкви, но из других церквей Все богословы знают, какие здесь счеты У них разные ответы, но они все знают, что вы не найдете библейского подтверждения, что воскресенье было заменителем субботнего дня, или новой заповедью Баптистское руководство, написано доктором Эдвардом Тихискоксом Баптист, разумеется Нет никакого библейского сведения об изменении учрежденной субботы с седьмого на первый день недели Если вы прочитаете, Александр Кемпел говорит церковь Христа Я не верю, что день Господень был принесен с седьмого на первый день Дальше католик, это кардинал Джеймс Гиббенс Вы можете прочитать Библию от бытия до откровения, и вы не найдете ни единой строчки, разрешающей освящать воскресенье Католическая церковь еще за одну тысячу лет до появления протестантизма добродетельно принесла субботу на воскресенье Это было сделано через церковные дикты, не по заповеди Христа, это человеческая традиция Которая начиналась как популярная практика, и в конечном итоге они сделали это официальным Я буду говорить об этом немного позже Святой день или суббота была принесена на воскресенье День Господа, который не основан на авторитете Писания, но владой своего собственного могущества Люди, которые считают, что Писание обладает духовным авторитетом, логически должны стать адвентистами Мне нравится это И святить день субботний Это интересно, не так ли? Христианская церковь Нет места в Библии, нет никакого намека об изменениях Говоря о... и эта книга называется «Почитание первого дня» Епископская Существует ли заповедь в Новом Завете, чтобы переносить день недельного покоя субботы на воскресенье? Нет Это не написано моей церковью Это епископское руководство христианских диктрин Методисты Гаррис Франклин Ролл написал Рассмотрите вопрос по поводу воскресенья Нет никакого отрывка, который бы повелевал христиану святить этот день И я могу продолжать дальше и дальше, друзья Как я показал вам, нет никакого стиха Если вы найдете, покажите мне Я поделюсь со всеми Вы можете прочитать о Аусбургском вероисповедании Лютеране «Почитание Господнего дня как воскресенье, не найдено в никаком повелевании Божьем» Пресвятеряне Христианский день отдыха воскресенья не прослеживается в Библии Это широко известно И для меня это удивительно Я помню, мне нужно быть вежливым к вам, потому что когда я впервые узнал это Я чувствовался, как будто бы я был одурачен И вы знаете, некоторые люди Всю свою жизнь они верили в определенные вещи И когда вы слышите что-то другое, это потрясает и разрушает ваши основания Так что я... я только хочу молиться за вас, потому что некоторые из вас слышат это впервые И вы думаете, что произойдет, если я отойду от веры и буду что-то с этим делать? Я никогда не знал этого раньше, но теперь я знаю Теперь что я сделаю? Правда ли, что заповедь о субботе не повторяется в Новом Завете? Иногда люди говорят, оу, причина, по какой мы соблюдаем другие идеи заповедей, кроме субботы Это потому что суббота не найдена в Новом Завете Это полный миф, это неправда Одна заповедь, которая не упоминается в Новом Завете, это третья заповедь Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно Я не думаю, что есть кто-то здесь, кто верит, что потому что это конкретно не упоминается в Новом Завете И теперь это нормально для христиан произносить Божие имя напрасно? Суббота упоминается 60 раз в Новом Завете Некоторые стихи Евреим 4.4 Сказано о седьмом дне так И почил Бог день седьмой от всех дел своих Это довольно ясно И дальше в этой же самой главе вы можете прочитать стих 9 Посему для народа Божия еще остается субботство Так что нет никаких вопросов, что в Новом Завете Люди верят, что суббота не упоминается в Новом Завете Что говорит апостол Павел в послании к Римминам 14? И я думаю, вы можете прочитать его прямо из Библии Некоторые люди цитируют этот стих и говорят Некоторые хотят соблюдать субботу, а некоторые соблюдают воскресенье Не судите никого, это не имеет значения Я думаю, что мы должны быть осторожными, чтобы никого не судить Но Павел не говорит о субботе Божьей Давайте прочитаем Римминам 14 стих 5 и 6 Иной отличает день от дня, а другой судит во всяком дне равно Всякий поступай по удостоверению своего ума Кто различает дни, для Господа различает И кто не различает дней, для Господа не различает И он продолжается Во-первых, в Римминам 14 Упоминается ли здесь слово суббота? Нет Упоминается ли здесь седьмой день? Нет Вам нужно читать стих в его контексте О чем говорит Павел и к кому он обращается Он обращается к римским верующим Это послание к римлянам Которым приставали евреи и говорили, что им нужно соблюдать церемониальные субботы Ёмкий пур, праздник труб, Пасха и так далее Их было семь И существует различие между субботней заповедью и другими церемониальными праздниками Десять заповедей Бог провозгласил субботу своим собственным голосом Он написал это своим перстом Он написал это на камне Это находилось внутри ковчега Завета Существовало перед грехом Еврейские церемониальные праздники, написанные Моисеем на бумаге после греха Не находились внутри ковчега Завета Это было снаружи Они были пригвождены ко кресту Очень большая разница Но говорить и Вы можете представить пастора, стоящего перед пастрой, читающего римлянам 14 глава и говорящего Если вы хотите приходить в церковь в воскресенье, тогда приходите, если нет, тогда приходите в день, в который вы хотите приходить Они ссылаются на этот стих только тогда, когда они слышат правду о субботе И выводы у них соблюдать воскресенье Павел не говорил об этом Он обсуждал другую дискуссию Вы можете найти это перечислено несколько раз в Новом Завете Последний вопрос Говорит ли откровение, что божьи люди соблюдают его заповеди? Давайте посмотрим И рассверпел дракон на жену, и пошел, чтобы уступить в брань с прочими от семени ее Прежде всего, кто дракон? Дьявол, сатана Правильно, здесь говорится об этом прямо в этой главе Древние змей, дьявол и сатана Кто женщина? В пророчествах женщина символизирует церковь Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь И написано «Разорю я дождь Сиона, красивую и изнеженную» Написано, что это женщина, облеченная в солнце Солнце вместе с звезды Бог говорит этой церкви «Ты свет миру!» И дракон ненавидит ее И он идет, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее С людьми в последние дни С остатком ее семени, которые соблюдают заповеди Божьи И вы можете подумать, но пастор Дак, это до тех пор, пока мы соблюдаем некоторые из них Все, кто соблюдают некоторые иногда Богу нужны люди, которые будут послушаться всегда, аминь? В тюрьме полны людей, которые соблюдают некоторые и иногда Бог ожидает от нас большего, аминь? Дракон зол И он хочет разрушить, он хочет отделить нас от силы Божьей Сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа Вы можете открыть Откровение 22.14 «Блаженны те…» Сколько из вас хотят быть блаженным? Иисус в заповедях блаженства, Он говорит «блаженны нищие духом» Блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны Вот еще одно здесь Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами Я хочу этого, а вы? Здесь говорится о вечной жизни В Матфея 7.21 Иисус говорит «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий что? Волю Отца Моего Небесного» Будет ли много людей последней ни, которые придут к Иисусу и будут говорить «Господи, Господи» «Я пророчествовал Твоим именем, ходил в церковь каждую неделю» И вы знаете, что Он говорит? «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие» Так что такое воля Божья? Псалтирь 39.9 «Я желаю» Это хорошо или плохо? «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» Каков Новый Завет? Бог говорит «Вложу законы Мои в сердца их» Нуждаемся ли мы в этом, друзья? И исполнять волю Его – это радость Когда вы любите кого-то, это радость И Бог говорит «Смотрите, я назначил встречу с вами каждую неделю, в субботу, я хочу видеть вас, я люблю вас» И Иисус говорит «Если вы любите Меня, соблюдите Мои заповеди» Есть множество Божьих людей, которые ходят в церковь по воскресеньям Они не знают Они любят Господа, они наполнены духом, они делают замечательные вещи Сегодня я с Карен сходил в библиотеку Билигряма Просто потрясающее служение происходит Так что мы не сомневаемся в этом Мы верим, что мы братья и сестры во Христе, и возможно, кто-то не знает этих вещей Грех – это знать, как делать добро, и не делать этого Библия говорит «Если мы произвольно грешим», Евреям 10.26 «Если произвольно грешим после познания истины, то не остается боли и жертвы за грехи» Так что грех – это когда вы знаете волю Божью, и вы говорите «Я не хочу исполнять твою волю» «Я буду делать мне собственные вещи, я хочу делать то, что удобно, то, что модно» Я знаю, друзья, некоторые из вас слышат это впервые И если в вашем сердце сейчас идет борьба, я хочу попросить, я хочу помолиться за вас Вы хотите знать, что говорит Библия? Вы найдете это в Писании Вы хотите угодить Иисусу? Если вы хотите угодить вашим друзьям, вашей семье, вашим традициям, вашей церкви Тогда вы никого не задовольните таким способом Вам нужно поставить Бога на первое место Ищите же прежде Царствие Божье И просто будьте искренним Мы должны говорить «Бог, прежде всего я хочу знать, что ты хочешь, чтобы я делал» Не нервничайте Потому что неужели вы думаете, что воля Божья когда-то придет в вас плохое место? Если Господь открыл вам правду, это для того, чтобы это стало бременем или благословением Так что вы можете сталкиваться с трудностями, когда вы узнаете что-то новое И наверняка это было тяжело для ранних верующих в христианстве Когда их выгоняли из синагог, потому что они приняли Иисуса Так что не думайте, что вы первый, который может говорить «У меня не было представления, что я избегал воли Божьей» Так же, как и те люди Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы И они сказали «Что нам делать, мужи и братья» И он сказал «Я знаю, что вы делали это неосознанно, вы не знали» Но Бог хочет, чтобы его люди возвратились к истине Бог призывает своих детей во многих разных деноминациях по всему миру Вернуться к Библии перед тем, как возвратится Иисус И я хочу быть одним из этих людей Вы никогда не должны бояться, друзья Если Господь скажет «Почему вы соблюдали седьмой день?» Вы скажете «Господь, ты так делал» Я делаю то, что делал Иисус Не всегда ли хорошо так делать? Так что, если вы делаете то, что делал Иисус Это не имеет значения, что делает любой другой Вы спасены, если вы укажете на Иисуса и скажете «Он был моим примером» Христианин – это последователь Христа, аминь Я хочу быть одним из тех, а вы? Иисус говорит «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» Он хочет дать вам этот покой, друзья, и Он хочет благословить вас Небесный Отец, я молюсь, что каждый человек, находящийся здесь, откроет свое сердце прямо сейчас и скажет «Господь, сегодня я слышал новые вещи, я хочу помолиться, чтобы Твое Слово укоренилось в нас И дай нам, Господь, новые сердца, которые будут готовы исполнять Твою волю» Благослови каждого человека, помоги им узнать, как применить эти вещи в их жизни И напомни им, что Ты любишь их Молим во имя Иисуса Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...